поехали я похожа на графиню или я похожа на наездницу напишите мне в комментариях а говорить мы будем с вами сегодня о материализации мыслей и я буду успокаивать моих невротиков потому что они очень боятся что если они о чем-то плохом подумают а это может сбыться что они могут притянуть каким-то образом негативную ситуацию в своей жизни запомните раз и навсегда притянуть что-либо да я притягиваю таких мужчин ты не притягиваешь таких мужчин ты их каким-то образом выбираешь так вот ситуацию можно не притянуть а ситуацию можно только создать вот это принципиально важный момент дальше материальные мысли конечно они материальны лишь побуждение отличает их давайте посмотрим я покажу вам мои бедные невротики тревожные что это не произойдет то о чем вы думаете по причине того что там будет другое побуждение что там будет другое желание но только это желание может вами осознаваться а может не осознаваться ну например если мы вспомним рано умерших звезд не знаю там майкл джексон я очень хочу чтобы он был жив кто-то говорит что майкл джексон жив вы не знаете он жив или нет напишите мне фанаты майкл джексон потому что я фанат майкл джексон я очень хочу чтобы он был жив мэрилин монро и так далее кто нас еще там миронов вот эти актеры которые очень рано ушли до в их побуждение глубинном побуждение было именно это желание уйти и запомниться допустим на гребне волны запомниться на своей в своем звездном часе так ведь так а вполне могло обычно никакого рода таких мыслей навязчивых у них не было что я умру и так далее понимаете да вот это главным образом то есть мы имеем дело с побуждением и по поводу карты желания сразу сюда приплетаю карту желание да про материализацию мысли я даю вам домашнее задание у кого не было этой карты как раз мне много раз давали вопрос как я отношусь к фильму секрет прекрасно отношусь к этому фильму хорошая хорошая идея и принципе это из разряда когнитивно-поведенческой психотерапии что это такое я имею определенную коробочку внутренних побуждений и убеждений да вот таких вот серьезных желаний я могу об этой коробочке уже и забыть однако все мои внутренние ресурсы уже не в независимости от меня будут работать на эту коробочку вот и все и если я это прописала моя цель просто очень оконкретилась очень стало ясно потому что вот я всегда пациентам домашним заданием даю прописать конкретно потому что когда цели не прописаны конкретно их как бы нет они вроде как и не существуют так вот эта карта желания это визуализация ваших конкретных целей что я хочу соответственно это все то что я хочу висит у вас на вашем ватмане то есть вы берете большой лист огромный ватмана туда вырезаете все что угодно из журнала любые картиночки ну например вот такую я хочу фирму вот такую хочу работу такую хочу мужа там или жену вот это у меня будет собака вот это мой дом это моя машина это океан т т т т т вот это все рисуете детализируйте желать желательно это все прописать и вешайте себе нас на стену особенно людям с образным мышлением как нельзя лучше это все помогает рисовала ли я эту карту до рисовала сбылась сбылось ли у меня это да сбылось сбылось более того даже цвета не сбылись это сбылось так в этом нет никакой магии в этом нет никакого волшебства это конкретные задачи которые в итоге живут в моем животе все и вся моя энергия тем или иным образом будет направлена на реализацию этих желаний теперь давайте ближе к невротиком и к их страхам посмотрите в моих страхах так не сбиваться не сбиваться не сбиваться в моих страхах я могу бояться а я могу бояться в мыслях бояться за своих детей что с моими детьми может что-то случиться да или с моим мужем что-то может случиться здесь важно увидеть какое будет побуждение какое на самом деле побуждение если мы возьмем психоанализ то в страхе заложено желание какое желание заложено избавиться от детей от мужа заложено желание от них отдохнуть вот оно мое побуждение понимаете да вот оно поэтому побуждение у меня совершенно другое правильно правильно а теперь посмотрите у меня есть побуждение побуждение которое допустим не осознаю уйти из этой жизни но при этом вроде как я живу и даже это все как бы не вижу упор планирую что-то на будущее но у меня оно есть и тогда я что делаю попадаю под машину я как-то странно иду со своим там зонтиком как бы не вижу какую-то машинку я попадаю под машину почему моим побуждением было доказать своему мужу что видишь кого ты потерял я за все 50 лет так и не смогла тебе доказать как важна я для тебя и знай своей смертью да я покажу что я такая единственная в твоей жизни ты запомнишь меня навсегда ты будешь сравнивать меня с другими женщинами поймешь что я не сравним надо несравним более того я там ухожу красивый допустим до 50 лет я еще такая была конфетка я ушла из этой жизни осознавал ли я это нет мое побуждение было совершенно бессознательно посмотрите главным образом не мысли которые мыслятся в вашей голове а какое на самом деле у этих мыслей побуждение желание вот и все объяснила я да таким образом действуют колдуны шаманы и так далее они поднимают это побуждение это желание и в своей голове допустим вот я это самого раннего детства проделывала я не знаю каким образом это действовало колдуны напишите мне пожалуйста в комментариях я ни на каких курсах не обучалась но по моей бабушке по и парны по маме и по папе у меня кругом там сплошные колдуны и я самого детства визуализировала себе какую-то картинку в этой картинке и я например кому-то очень сильно кого-то очень сильно убивала ли кому-то очень сильно мстила и но для этой мести для этого желания и реализации этого желания ты должен собрать всю свою силу всю свою мощь и отправить в эту одну точку но это что касается каких-то магических вещей объяснение этому я не могу найти я вам не могу сказать сейчас каким образом все это происходило но конкретно что-то такое происходило я понимала что я если очень сильный я этого захочу это что-то с этим человеком случится сегодня меня крайне сложно как-то обидеть вызвать на ревность разозлить но и так далее однако раньше это все было очень просто со мной проделывать и я могла значит такие какие-то планы мести в своей голове делать и вот путем визуализации внутренней могла убивать допустим людей что-то такое себе страшное представлять и что-то такое неприятное могло с этим человеком случиться получала ли я какую-либо обратку от этого до виде чего в виде какого-то плохого самочувствия то есть потом после вот этих всех магических проделывания значит я испытывала какое-то плохое самочувствие плохо себя чувствовала очень мне не нужны были никогда карты я в них совершенно ничего не соображаю никакие камешки не какие-то змеи или ворон на плече там и так далее я все могла делать это в своей голове но сейчас я этим уже не занимаюсь своей сейчас я занимаюсь колдовством в рамках психотерапии да я подхожу к этому ко всему научно и так далее но раньше я вот очень активно пользовалась своим воображением своими мыслями на для того чтобы непосредственно то есть моим моим желанием и побуждением являлась именно убить там уничтожить этого человека вот так этот человек мне сделал больно вот так этот человек меня обидел что я могу что-то такое подумайте с этим человеком что-то такое происходило сейчас это не делал но не так уж давно я это не делаю конечно признаться так но это все это про про своих вот и маги колдуны шаманы делают тоже самое да они вот там что-то такое сочиняют в своей голове и так далее так что еще хотела сказать поэтому составляем карту желания обязательно и желательно к этой карте желаний прописать определенный определенный план то есть еще лучше будет что если конкретно вы пропишите когда конкретно число месяц день что для этого мне нужно и так далее куда я позвоню куда я пойду то есть еще лучше если даже будет где-то план план тоже можно потом убрать она потом будет сама работать на вас помимо уже каких-то ваших особых значит устремлений в принципе в принципе как можно предположить в принципе можно же и научным образом предположить каким образом да вся эта магия когда ты мыслями очень можешь что-то сделать с тем другим человеком ведь в принципе можно даже с точки зрения просто психологии объяснить это да разбить тут идею вот этой какой-то эзотерики возможно этот человек который обижает он знает что он обижал да к примеру испытывает виновность и ищет наказание где-то его получает а я думаю что какая я колдунья ухо молодец наколдовал понимаете да то есть это как бы такая ситуация как законы физики что ли таким образом действует вот и все да мне мне казалось там что вот я такая бабка колдунья веду не ну не знаю короче говоря вот таким образом я могу это сделать но для этого мне нужно собрать всю свою мощь в кулак и и уж слишком сильно этого возжелать все дорогие мои подписывайтесь пожалуйста на мой youtube канал обязательно нажимайте на колокольчик если вы не будете нажимать на колокольчик вы не будете знать что пришло мое новое видео и обязательно подписывайтесь на мой инстаграм который стоит в описании видеоролика я вас всех целую и обнимаю и конечно же вас всех жду на своих консультациях по скайпу по скайпу по скайпу